Мур, привет друзья, с вами Зирько и новостной выпуск. Обновление 1.3.12. Меня спрашивают, зачем я показываю изменения не вышедших героев? Все просто, вот вы увидели в обзоре героя. Его перед выходом меняют и вы покупаете не то что ожидали, а если вы смотрите новостные выпуски, сможете прикидывать стоит брать героя или его занерфили еще перед выходом. Итак, изменения героев. Вексана. Первый навык. Уменьшили скорость атаки, видимо скорость полета руки, а также уменьшили урон на 30 на всех уровнях. Добивают полумертвую Вексану. Бруно. Немного уменьшили прирост атаки с уровнем на полторы единицы. Гассен. Второй навык. Увеличили урон на 10 единиц на всех уровнях. Мартиц. Первый навык. Думаете опять нерв? А нет. Чуть-чуть сократили КД при росте навыка. Минотавр. Базовое ХП уменьшили на 50. Прирост ХП уменьшили на 20. Хаябуса. Увеличили прирост атаки на 2 единицы. Белерик. К базовым ХП добавили 210. А вот прирост ХП уменьшили на 25. Гататкача. Ульта. При попадании ультой в противника, его теперь подбрасывают в сторону Гатота, что облегчает связку ульта плюс второй навык. За это у Гатота забрали 20 базовые маны и чуть уменьшили прирост брони. Будет 2.6, был 3.3. Тамус. Ульта. Получил ускорение бега после применения. На 22% 33 и 44 на третьем уровне навыка. Пассивка. Бонус от физической атаки теперь 100%. Был 80. Но базовый урон теперь 12. А был 16. Наталья. Ульта. Увеличили КД на 2 секунды. Но также увеличили бонус от физической атаки до 90%. Был 60. Пассивка. Вернули механику предупреждения. Теперь, когда Наталья в кустах, противники не видят значка восхитительного знака. Клауд. Исправили какой-то баг. Кэрри. Уменьшили прирост хп. Второй навык. Опять увеличили КД на 6 уровне. Будет 3 секунды вместо 2. Изменили бонус к атаке. 70% вместо 100%. Скорее всего, разработчикам не понравилась новая связка, где кэрри собирают через трезубец с поясом и кошмарят противника прыжками. Если изменения эти скоро не вступят в силу, возможно, успею показать эту сборку. Лисунсин. Добавили индикатор появления лодки, которая появляется у нас на базе. Увеличили немного размер стрелы второго навыка и чуть уменьшили скорость полета. Харит. Немного уменьшили дальность атаки. Увеличили прирост хп. Ульте изменили форму. Теперь это прямая полоса. Леоморд. Первый навык. Увеличили урон. Особенно с стартового показателя. Поскольку навык надо заряжать как удар у грока. Бонус к урону навыка 140% был 120%. Немного уменьшили замедляющий эффект. Тигрил. Ульта. Тигрил при активации ульты начинает притягивать противника. Но поплатился за это улучшение небольшим увеличением кд навыка. Добавили 3 секунды как кд на всех уровнях. Пассивка. Получая урон с руки от противника или от лесных мобов, либо применяя навык, Тигрил получает стаки щита. После 4 стаков следующая автоатака игнорируется. Итого, Тигрил абсорбит каждую пятую автоатаку. На мой взгляд, бестолковая пассивка. Разве что вернуться от навыка Лесли или от удара Олдоса. Но в массовом бою вам может в эту пассивку прилететь удар с руки какого-нибудь Циклопа, а следом пуля Лесли. Единственный плюс, также абсорбирует выстрел башни. Оценили как эта пассивка работает на Эритель. Еще добавили 2 способности. Первое. Это многими долгожданный вард. КД у него 120 секунд. Работает 90 секунд. И невидим для противника неуничтожим. Второе. Что-то вроде пассивки Беллирика для бедных. Бесит сферу на героя и на каждую автоатаку врага отвечает магическим уроном. Урон довольно слаб. Ну на этом все, друзья. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok